Герцог и герцогиня Кембриджские подают на журнал Тайтлер в суд. Вот что бывает, когда нарушаются границы дозволенного. Из авторитетного глянцевого журнала, занимавшего место на столике рядом с чашкой утреннего чая в домах британских аристократов, это издание рискует превратиться в бульварное чтиво, бойкотируемое элитой. Газета Mail on Sunday сообщает, что Анна Пастернак, Ричард Деннен и все их издательства вызвали на себя сильный гнев Кенсистонского дворца. Представители Кембриджей направили в редакцию Тайтлер юридические письма, требованием удалить лживую статью Екатерина Великая. Теперь же британская пресса и вовсе сообщает, что Уильям и Кейт собрались подать против Тайтлер судебный иск. Произошло это после того, как в ответ на их высказывание о том, что статья содержит ложь и ряд неточностей, редакторы журнала ответили, что доверяют своим источникам и что дворец был в курсе о готовящейся статье. Кенсистонский дворец знал, что мы работали над обложкой Екатерина Великая несколько месяцев назад. Тот факт, что они отрицают, что они об этом когда-либо знали, не соответствует действительности, заявили в редакции. Дворец и не отрицает, что он знал о том, что журнал собирается написать о Кейт. Речь идет о содержании самой статьи. Мэйлон Санди дает поправку. Представители журнала и вправду обращались в Кенсистонский дворец с просьбой о фотосессии Кейт на обложку, либо представлении эксклюзивного фото для этих целей. Однако их просьбу вежливо отклонили. В ответ Тайтлер не стал отсылать содержимое своей статьи на согласование с дворцом, а напечатал все, что пришло в голову Анне Пастернак. Вот и все сотрудничество. Так что формально – да, о самой статье Кембриджи в курсе были, но содержание этого шедевра лежит на совести журнала. Анна Пастернак приписывает Кейт расстройство пищевого поведения. Кейт стала опасно худой, совсем как принцесса Диана. И это бесцеремонное утверждение доставило особое огорчение супругам кембриджским. Не постеснялась журналистка и высмеять маму и сестру герцогини, а также их неаристократический вкус в опросе дизайнерского оформления Анмер Холла. Часть этого выпуска полна лжи, а их утверждение, что герцогиня чувствует себя перекруженной работой или что герцог-одержим Кэрол Миддлтон не соответствует действительности – это нелепо и абсолютно неправильно. Все это классовый снобизм в самом его худшем проявлении. Тайтлер может считать, что ему ничего не грозит, поскольку его читают королевские особы и аристократы. Но это не так, заявил королевский источник. Новость о предстоящем судебном разбирательстве Кембриджей против Тайтлер британцы встретили с пониманием. Конечно, есть среди них и те, кто придерживается антимонархистских взглядов. Есть поклонники другой пары, которая прославилась вечным противостоянием с прессой и благополучно сбежала за океан. Но в целом люди поддерживают решение Уильяма и Кэтрин наказать Тайтлер за бесцеремонность и клевету. Несколько комментариев к новости об иске против журнала. Так и надо. Молодцы. Правильно делают. Мне очень нравится эта пара. Они настоящие сокровища королевской семьи. Верное решение, ведь та чепуха о том, что Уильям предпочитает свою тещу собственной матери, выходит за рамки. Поддержка подданных в тяжелые времена особо ценна. А британцы действительно очень тепло и уважительно относятся к будущей королеве. К слову, герцогиня Кембриджская возглавила рейтинг среди 25 самых вдохновляющих знаменитых женщин, который был составлен согласно опросу компании Perspectual Globals. Второе место заняла Мишель Обама, а третье – королева Елизавета II. Меган Маркл заняла 15 место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok